К исламу, прежде чем я принес вам, это была долгая история, потому что я как говорил уже, что моя бабушка, она была пятидесятницей, и каждое воскресенье я ходил в церковь с ней и знал о Боге. Я думал, что религия, которую она пропитала, была правильной, потому что они якобы, они говорили о соединном Боге. То есть, также я что-то слышал о православии вначале, но я не понимал их, потому что они молились на иконы, носили крестики, и говорили о том, что для меня было дико то, что они целовали руки папам. То есть, я не понимал этого, я этого не признал, потому что я знал, что Бог один, но они делали все наоборот. И со временем я ходил в церковь с бабушкой, но потом я как-то перестал это делать, я начал блуждать, я попал в плохую компанию. Пока в один момент я не понял, я понял одну вещь для себя, что же я на данный момент себе представляю, что я могу без Бога. И тогда я начал обширно, то есть, я начал углубляться в разные религии. То есть, я вначале начал с бабушкиной церкви, я прочитал Библию, но читая Библию, как бы я ни пытался, я не мог понять, что там говорится. Я понимал совсем чуть-чуть, и там много было всего, что я видел, но не до конца понимал. Там была какая-то ненужная, то есть, вода, то, что там какие-то рассказы, и я все равно не мог понять. И у папы есть друг, который, ну, он поп в православной церкви, и как-то он, говорит, поехали, говорит, в церковь, говорит, ну, на очищение, так оно называется, на исповедание, вот. И я приехал, и то есть, вот он провел этот обряд как-то там, я ему все рассказал, что меня беспокоит, и так же сделал глоток вина, что для меня потом стало очень-очень странным, и съел хлеба. Я не понимал полную суть этого всего. Поставить свечку за здравие, или помолиться на икону, то есть, то, что она поможет. Потом я сел как-то и подумал о том, как это может быть, что может тебе помочь, ну, этот крестик, да, от чего он тебя спасет. И тут как-то стало для меня немного это сомнительно. Потом все-таки бабушкина вера мне казалась, вот она, правильно, они действительно молятся, они молятся не стоя, они стоят на коленях. Они, некоторые люди, когда молятся, они плачут, действительно видно, как они пославляют Бога, они поют. Но как-то со временем я начал себя задавать вопрос, почему они собирают деньги на то, что они говорят, и ничего не меняется. Я говорил об этом своей бабушке, она не хотела ничего слушать, она говорила, нет, не надо, ты что так, как ты смеешь такое говорить? Тогда я сказал, нет, подожди, бабушка, здесь что-то не то. А потом я как-то столкнулся с каталицизмом, да, и для меня это вообще стало непонятным. Как-то раз один из студентов моего колледжа, мы с ним просто разговаривали, и один из студентов хотел сделать наколку, и он ему объяснял, что не стоит этого делать. И как-то раз я сказал о том, что Бог нас делал по-своему подобию, так было написано в той Библии, которую мне говорили, да, я говорю, не стоит как бы свое тело уродовать этим. И тогда этот студент сказал, зачем ты так говоришь, почему ты уверен, что Бог – это что-то, то, что похоже на нас. И я сказал ему, а как тогда по-другому? И он мне сказал, что у Бога нет ни начала, ни конца, и он не был рожден, и у него нет, ну, то есть он то, что нам непонятно. И тогда я задумался, тогда действительно я подумал, как это так? И он на тот момент сказал, говорит, что ты знаешь об исламе? Я сказал, абсолютно ничего, я слышал об исламе только то, что мусульмане, они воюют, не более того. Со временем я после того, как я с ним пообщался, я начал у него задать вопросы про то, как он смотрит с этой стороны. И тогда он мне рассказал про пророка Мухаммада, саламу алейкум ассалям. И я не знал, кто это такой, думаю, о чем он говорит, я не понимал, то есть я знаю, что был Иисус Христос, и все, и после никого не было, никого. И тогда он мне сказал, говорит, возьми вот книжку, да, 200 вопросов по вероучению и ислам, и прочитай ее. Я распечатал ее, так как я не смог ее достать в таком экземпляре с интернета, и читал ее. Я каждый раз читаю что-то, там книжка состоит в том, что начинающие мусульмане задают просто вопросы, и на них отвечают имамы, и приводятся доказательства из хадисов. Мне объяснили, что вот это тот или иной ученый, который доказывает все. Я читал и читал, но когда я читал такие вопросы про то, что будет с нами в судный день, они вызывали у меня страх. И тогда я не знал, и я начал только понимать тогда, что я впадал в нога Божья о том, что я делал все ради Иисуса Христа, да, простит меня. Я тогда понял на тот момент, что я уже очень глубоко в замешательстве. И тогда я начал говорить с этим человеком, я начал у него спрашивать больше про ислам. Он мне объяснял, что является сунной пророкой, потому что я не понимал, почему все мусульмане ходят с бородой, одевают и бутейки, и ходят в платьях. Он мне начал объяснять все то, как оно есть на самом деле. И я объяснил еще одну вещь, что стоит быть внимательным, то, как преподносит тебе ислам. Потому что многие люди, немного они его преподносят по-разному, потому что так, как человек разный. Я в этом убедился со временем, конечно. И мы с ним гуляли и разгарили на эту тему, потому что религия – это такие темы, которые можно говорить очень долго. И каждый день я узнал все больше и больше, и старался все больше и больше узнать. И тогда я нашел книжку в самом интернете, и он мне дал сайт, где есть книги. И я начал читать книгу про пророка Мухаммада, салалаху, алейху, салям. Тогда я начал понимать, о чем он говорил, почему стоит следовать за этим человеком. Там было довольно все ясно написано про то, что это был один из лучших людей, которые показывали, например, как нужно жить. Я вначале думал, я как-то к этому отнесся так злостно. Почему именно он? Почему не Иисус? И со временем я понял все постепенно. Мне нужно было просто время. И настали вот каникулы летние, и я уехал к матери в Испанию. Она уже на тот момент жила в Испании. И вот этим летом я читал так же, продолжал читать эту книжку. И мама спросила, что ты читаешь? И я ей сказал, она сказала, что это такое, о чем ты читаешь? Я ей объяснил, что это Ислам, то есть это то, о чем говорится. Я ей преподнес Ислам, и сказал, что это та чистая религия, в которой нет никакой грязи, то есть нет ничего. Она не запятанная. То есть это тот какой-то алмаз, который, да, вот. И она сказала, о чем ты говоришь, Ислам, ну не стоит так говорить. Почему, говорит, мусульмане, я их не очень люблю. Я говорю, мама, почему здесь, говорю, не любовь к людям, а Ислам, говорю, это религия, это совсем другое, говорю. Если происходят войны в Ираке, и то они по своей воле, потому что туда Америка влезла. Я говорю, это не значит, что Ислам это что-то плохое. Она говорит, ну они же расшибают лбы, молятся. Я говорю, мама, это намаз. Они поклоняются своему Богу пять раз в день. Я говорю, где ты видела хоть одного крестьянина, да, который бы мог совершать молитву пять раз в день? Да, их есть, есть люди, которые живут в монастырях, но большинство из них, что они делают? Они пьют, курят, они прелюбодействуют и ведут не очень хороший образ жизни. И преподносят даже те же самые попы у нас в Москве. Они попадают в аварию пьяными, и как-то на них смотришь и думаешь, и этот человек тебя призывает к Богу. И она отреагировала, сказала, ты меня очень пугаешь своими намерениями, теми, что ты хочешь прийти к Исламу, да. Я сказал, мам, я говорю, я изучаю на данном этапе. Я говорю, я тебе ничего не говорю, я прошу тебя не волноваться, потому что она действительно тогда была очень взволнована этим. Она говорит, как же ты, а вдруг об этом узнает отец, он же тебе голову свернет. Я говорю, мам, давай оставим этот разговор. Они есть такие места. Когда они каждый вечер, они собираются в барах, они сидят, пьют пиво и курят, то есть общаются. У них это вот так принято. И однажды я сидел вечером с ними, и как-то я увидел проходящую мимо семью мусульман. И тогда я вспомнил о том, что я читал, и я увидел эту семью мусульман, и я задумывался о том, что же ты делаешь здесь, в этой компании. Но я понимал, что я с мамой, я должен был быть с ней. И тогда я начал думать, не стоит как бы, и когда тебя приглашают в такие места, стоит сказать, нет, давайте посидим дома, лучше как бы в кругу. Потому что мне становилось страшно. И потом мама сказала, я надеюсь, что это твое увлечение, оно все временное, и ты перестанешь об этом думать. И тогда я сказал, мам, я почитаю, а потом уже решим. И тогда я уже после мамы, я этим летом уже полетел к бабушке. И как раз сразу, как мы встретились, она начала говорить, слава Богу, ты приехал. И я так молилась. Вот я сказал, действительно, спасибо бабушке, потому что перелет был немножко сложный. Вот, как бы мы попали в турбулентность. И я, когда приехал, мы начали с бабушкой разговаривать. И она говорит, слава Иисусу, то есть она сказала, прятает меня Аллах. Вот. И я сказал, бабушка, почему слава Ему? Она остановилась и сказала, а как? Она говорит, почему? Что, говорит, у тебя не устраивает? Я говорю, бабушка, ведь вся слава должна быть только у Бога. Он единственный Бог. И она сказала, о чем ты говоришь? И я так говорю, бабушка, что ты, я сказал, что ты знаешь об исламе? Она говорит, я видела в телевизоре, что про них показывают, говорит, как они воюют. И тогда я сказал, бабушка, хорошо, давай, вот то, что ты видела по телевизору, ты не будешь больше смотреть. И на тот момент у меня были лекции Халида Ясина. Такие лекции, как, что вы на самом деле знаете про ислам, пророк Мухаммад, салалаху, алейхи вассалям. И я сказал, бабушка, давай ты послушаешь лекцию, что, говорится, что такое есть ислам. Она как-то сказала, ладно, говорит, давай, говорит, в следующий раз. И она все говорила, говорит, давай помолимся. Я говорю, бабушка, я не знаю, как ты молишься. Я говорю, я не уверен, что я хотел бы молиться так же. Потому что я, когда читаю вот эту книгу, я встретил там, что то, как мы выбираем себе молиться Богу, то есть это неправильно. То, что нам было неспособно, как нужно правильно молиться, и стоит молиться именно так. На тот момент я не знал, ну как, я знал, что есть намаз, и стоит его совершать, но я даже не представлял себе как. То есть я видел со стороны как-то вот, ну, мельком. И на тот момент я ей объяснил, что в чем состоит суть ислама. Признавание единого Бога, и что пророк Мухаммад, того, святого Аллаха, приветствует его раб, и посланник. И что вторым столпом ислама является совершение намаза, третьим платить закят, и четвертым держать пост. Но что она очень сильно удивилась, сказала, как так, мы не должны себя ограничивать, видя и грубавушка. Пост это, то есть, очень важная вещь, даже если смотреть со стороны психологии и прочего. И пятый столп, который это совершение хаджа. Но что она сказала, ну, здесь мне, что это, идолопоклонничество, я сказал, почему, грубавушка, это всего лишь камень. И так делал пророк Мухаммад, слава Аллаху, алейху и салям. И так мы должны было делать, потому что там ничего не состоит в том, что они молятся на этот камень. То есть, это, бабушка, ну, как бы это неправильно то, что говорилось об этом в телевизоре. И она сказала, хорошо, ладно, давай, говорит, я послушаю лекцию. И тогда я дал ей послушать лекцию, она послушала и сказала, ну, они только, только Аллах, Аллах. Я говорю, бабушка, Аллах, говорю, я тоже, к своему сожалению, первое время думал, что Аллах – это какой-то другой Бог. Но со временем я понял, что это значит, что это просто и всего лишь слово, которое объединяет все в себе. Это единый Бог. И она сказала, хорошо, говорит, ну, не нужно говорить про меня это слово. Я говорю, бабушка, нет, прости, говорю, я буду говорить. И она сказала, ну, ладно. И однажды она очень как-то… Я скачал еще одну лекцию, это был всего лишь небольшой хадис, там было 10 минут, про то, что не стоит говорить благое или молчи. И тогда мы много разговаривали с бабушкой на разных темах. И она очень часто иногда ругалась на дедушку. И я как-то дал ей послушать этот хадис. И тогда она заплакала и сказала, неужели мы действительно за каждое слово будем отвечать? И она тогда подумала очень… И я заметил экзак, что в ней что-то проснулось то, что она должна действительно поклоняться единому Богу. Она знала об этом. Но она не могла признать то, что Иисус только пророк тот, который… Ну, как цепочка, извиня. Вот. И то, что пророк Мухаммед, салаллаху алейхи вассалям, последний из пророков, она не могла этого принять. И я как бы уже, когда я уезжал, она говорит, ты хорошо подумай, говорит, сходи, говорит, сходи в любую церковь, говорит. Ну, только, говорит, не ходи туда в мечеть. Первая бабушка говорит, давай, это останется для меня. И когда я приехал, она мне звонила через день, через неделю, да, и спрашивала про то, ходил ли я в ту церковь, ну, то она имела в виду мечеть или нет. Я, к своему сожалению, я не сразу пошел мечеть. Я вначале боялся этого. Знаю все, почти, ну, как бы я знал основу, что это пять столпов ислама. То есть у меня были совсем, ну, даже и сейчас у меня совсем чуть-чуть знаний про ислам. И я боялся тогда прийти. Я думал, как это так, что мне нужно делать? И я залез в интернет и начал смотреть, куда можно, где есть у нас мечети. К своему стаду я столько раз ездил на выставку в Олимпийский, где у нас, оказывается, там есть мечеть. И тогда я решил, что нужно съездить туда. Я увидел вывеску, что там есть дежурный имам. И я приехал туда и просто хотел спросить, просто поговорить с ним по поводу того, что в моей семье как бы есть разногласия про то, что вот я приду к исламу, да. И я пришел, ну, к сожалению, тогда он, как он читал Азан и еще что-то, молитвы он читал. Я толком так и не понял на тот момент. Ну, это было, они, люди приходили и просили, чтобы он прочитал молитву за умерших или еще за что-то. И тогда он сказал, говорит, извините, придите в воскресенье, да, говорит, на следующий день в 12 часов и, говорит, вы поговорите с главным имамом, он, говорит, и он вам все объяснит. И я пришел за полчаса, на тот момент я хотел с ним поговорить, но у него была как небольшая лекция. Мы сидели в мечети, и он рассказал про то, что там было сказано о том, что наш мир, да, вот то небо, как это все состоит, как это все создавалось. И я очень внимательно слушал его, и в конце лекции я подошел, чтобы поговорить с ним на эту тему. Но он сказал, говорит, нет, я не смогу с вами поговорить, давайте, говорит, вот я вам дам номер телефона, позвоните туда. Да, и тогда я подумал, ну почему, почему нет того человека, с которым бы я мог просто сесть и поговорить, задать тот вопрос, потому что у него больше знаний, больше знаний на это все. И тогда на интернете я списался со своим другом, который учился в моем техникуме, это Хусан, и он сказал, да, говорит, брат, давай встретимся, говорит, давай встретимся, говорит, и просто, говорит, хочешь, поговорим с тобой. И мы встретились, и он, говорит, я знаю, говорит, мечеть Новокузнецкая, вот, в которой мы здесь находимся, он говорит, поехали, говорит, сюда и поговорим с Емалом. И я приехал, и мы встретили с Алифхазрата, и он просто сел с нами, и он сказал, какие у тебя есть вопросы. И на тот момент я действительно понял, вот о чем говорилось, о том, что ислам – это любовь между братьями, то есть. И как-то раз Хусан мне сказал, говорит, Аллах – это есть любовь, кто пребывает в любви, пребывает в Аллахе. И для меня эта фраза очень много значила, так как я понимал, что это именно то настоящее чувство, которое действительно должно быть у верующих. Но любовь должна быть только к единому Богу, я понимал это. И тогда я задал вопросы, касающиеся родителей, да, вот как мне поступить в эту ситуацию. И он сказал, говорит, ты, говорит, можешь, конечно, говорит, пойти против их воли, говорит, можешь слушаться. И говорит, ну, ты должен понимать одну вещь, что это жизнь твоя, и тебе отвечать, не им. И тогда я вспомнил, о чем я читал, что в тот день, в судный день, который будет, несомненно, мы не будем видеть ни отца, ни мать, ни любящих, никого, мы будем только отвечать перед Аллахом, только мы, Субханова. И на тот момент я вспомнил опять же, и мне опять стало страшно. Коля, ну, то есть, я спросил себя, куда ты идешь, то есть, как ты будешь без Бога? И мы вышли с мечети, я поехал домой, я думал целый вечер об этом. И когда я как-то думаю, ну, как же это, как мне это сделать, что мне нужно сказать? Я знал, что нужно провести шахаду, и я думаю, как же это сделать? Ну, мне все равно страшно, да, приехать опять же. И он сказал, говорит, сейчас, говорит, это как испытание для тебя, говорит, ты должен пройти его. И он говорит, ну, говорит, я не могу тебя, говорит, призывать к этому насильно, говорит, ну, ты должен все сам понять. И на следующий день с Уханала я проснулся с мыслью о том, что сегодня я позвоню Салифхазрату и приеду к нему и приму ислам. И это было совсем недавно, две недели назад, даже чуть, может быть, больше, меньше, я не помню точно. И я позвонил ему, он сказал, да, конечно, говорит, приезжайте, говорит, я отвечу на любые ваши вопросы. Я приехал и сказал, да, Салифхазрат, я готов принять ислам, говорит, вы уверены? Ну, я сказал, да, я признешь шахаду, аль-хамдуллах, я стал мусульманином. Вот, и тогда я задал вопрос, как я могу больше узнать об исламе? Ну, он сказал, говорит, со временем, говорит, ты все узнаешь, говорит, и не шла, вот, завтра начинаются курсы, все об исламе, с самого начала. Не шла, я буду учить арабский, я смогу читать Коран на арабском, потому что в интернете тоже много вещей, которые пишут непонятные для меня. И поэтому бы я хотел изучать все именно оттуда, что было неспослано, да, на арабском Коране. И я хотел бы все знания оттуда получать, исследовать только суньи пророка, а не вот, которые сейчас некоторые есть разногласия в разных там направлениях ислама. В последнее время, вот, и я начал читать книгу «Сорок хадисов» имам Навави. И в этой, эти хадисы действительно начали больше и больше стыдлять мне думать о том, что я делаю, как я живу, потому что я пересмотрел свое мировоззрение на то, как я должен общаться с людьми. И с пханала я начал каждое утро просыпаться и говорить, аль-хамдуллах, что у меня есть жизнь, у меня есть то, где я живу, у меня есть что кушать. То есть у многих людей нет этого. И я начал понимать ту милость, которую нам даровал Аллах. И я не понимал, думаю, ну как же мне быть благодарным? И тогда я опять же понял, что нужно молиться. Ну и тут стал некий вопрос, как молиться, нужно совершать намаз. И тогда я задал вопрос этому другу, говорю, как мне совершить намаз? Он мне дал книгу почитать, то, как нужно делать намаз. Ну стала проблема в том, что там говорилось о том, что нужно произнести каждое слово правильно. Но мое знание арабского желает, а 100 лет, конечно, желает лучшего. И поэтому иншалла с завтрашнего дня я буду учить арабский. И иншалла скоро начну делать намаз. Действительно, буду читать его. И иншалла будет все хорошо. То есть я буду следовать всеми пяти столбам ислама. И буду действительно показывать людям, что ислам это что-то большее, чем религия. То есть это как жизнь, то есть это то, как нужно жить. То, как нам было правильно, была самая жизнь. Я не хотел бы вернуться в то, как я жил раньше, потому что это страшно. Мой отец любит выпить. И когда я вижу, как это происходит, я понимаю, что если бы я остался где-то там в том времени, я не хотел бы этого, чтобы так было с моей семьей. Я бы, иншалла, он тоже рано или поздно поймет все.